Глава Щелковского района и его заместители в режиме видеоконференции приняли участие в заседании правительства Московской области. Одним из вопросов стало обсуждение рейтинга управляющих компаний. В Московской области порядка 200 крупных управляющих компаний, которые обслуживают 70% жилого фонда. В прошлом году был разработан прозрачный для жителей рейтинг, который формируется на основании 13 показателей по шкале от 1 до 4 звезд. Отстающие или недобросовестные УК удаляются с рынка услуг, если не изменят свои подходы к работе. Щелковский район, а теперь городской округ, за неполный год улучшил показатели управляющих организаций на 85%. Количество домов, которые обслуживают УК с рейтингом 3 и 4 звезды, увеличилось с 14 до 97%. Из 53 компаний у нас осталось 35, и среди них нет обладателей 1 или 2 звезд. Губернатор региона положительно оценил эту работу. Из тех компаний, которые у нас осталось 35, все с 3 и 4. Это же не мы придумали систему рейтингования, это же жители сами ставят оценки своему управляющей компанию. И спасибо жителям за их принципиальные подходы, что мы столько управляющих компаний убрали с рынка, управление квартирными домами, и будем эту работу продолжать. И как оценят жители управляющих компаний, так и будет принято решение. Обсуждение вопросов ЖКХ продолжилось на внутреннем совещании. 392 подъезда будут отремонтированы в городском округе в этом году. А может и больше, если какие-то из УК возьмут на себя повышенные обязательства. С февраля начинаются подготовительные работы. Новый порядок обращения с отходами в нашем городском округе проходит период пуска наладки. И решать проблемы взаимодействия регионального оператора «Хартия», мусоровывозящих организаций и управляющих компаний нужно сообща в режиме диалога. Округ продолжит работу по расселению жилого фонда, непригодного для проживания. Планы на этот год сформированы, но будут откорректированы с учетом данных по присоединенным поселениям. Планируется завершить расселение аварийного фонда в 2020 году. В 2019 году мы планируем переселить, завершить мероприятие по переселению из аварийных домов. Это Первый советский переулок, у нас там осталось несколько семей. Шесть семейных гостей на переулок, дом 3, одна семья. И продолжить переселение из пяти аварийных домов в микрорайоне 7, расположенных по адресу 1-1-майский проезд, дом 4, Пионерская, 32, 1-майская улица, дома 11, 14, 21. Всего 38 семей, 106 человек жил в поле. Порядка 20 социальных объектов в сфере образования и спорта будут построены в городском округе Щелково в ближайшие 3-4 года. Динамику по ним регулярно докладывает на оперативных совещаниях Никита Никулин. Так, к двум строящимся школам в ближайшее время добавится еще одна. Вышел один подрядчик на строительство школы Жигалова. Подписание контракта состоится 4-5 февраля. На данный момент, буквально завтра, подрядчик пригласим к себе, для того, чтобы вышел в районе огораживать территорию. И уже приступал к подготовительным работам. Никита Никулин также сообщил, что власти городского округа стали правоприемниками работ по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Монина. Завтра поедем за документами. Проектирование подходит к концу. Положительные заключения должны получить в январе этого месяца. И будем готовить с конкурсной процедурой по строительству бассейна в Монине. Вся страна готовится отметить знаменательную дату – 75-летие снятия блокады Ленинграда. 24 января в районном Дворце культуры пройдет центральное мероприятие, в котором примут участие и ветераны-блокадники. Их у нас проживает 37 человек. Городской округ Щелково инициировал памятную интернет-акцию, которую замглавы администрации Юрий Родионов призвал всех поддержать. Вы все в соцсетях видели, мы 27 января в праздновании 75-летия снятия блокады Ленинграда объявили чтение вслух стихов Ольги Бергольц «Я говорю с тобой из Ленинграда». Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...